Районное оперативное совещание в расширенном формате проходит раз в месяц и традиционно начинается с церемонии награждения. Почетное звание «Заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области» присвоено директору УСК Подмосковья Виталию Новицкому. Районный знак отличия с благодарностью вручен главе сельского поселения Медвежье-Озерское Владимиру Канахину. Также награды получили члены общества глухих, председатели участковых избиркомов и самые маленькие щелковцы, участники конкурса рисунка «К дню толерантности». Алексей Валов проанализировал итоги сезонных работ по благоустройству. Прорыв в этом году сделали поселения Огудневское, Медвежье-Озерское, Фряновское. Но в ряде случаев подвели подрядчики, выигравшие конкурсы. Больше этих негодяев недопустим до работы, которые специально уходят на конкурсы, делают понижение, потом издеваются, издеваются, издеваются. Мы их вызываем, с ними разговариваем. И, в конце концов, они это все подтаскивают к зиме, для того, чтобы по-простому все сделать, и максимум денег сэкономить, я в кавычках это говорю. Вчера сказал прокуратуру, напишу заявление, напишу заявление. Огудневское, проведетальную проверку по всем, без исключения. Алексей Валов рассказал о недавней рабочей встрече с губернатором Андреем Воробьевым. Отметил, что рейтинг района вырос. Район может рассчитывать на помощь и поддержку области, если будет удерживать завоеванные позиции. И мы должны отработать с максимальным напряжением сил, для того, чтобы рейтинги наши были самые высокие. А высокий рейтинг, если мы в десятки, мы получаем 30 миллионов. А если мы в первой тройке, то получаем 80. Собравшимся представили новых руководителей. Местную организацию ветеранов «Боевое братство» возглавил Анатолий Тананаев. Администрацию городского поселения Загорянский Роман Назаров. Непростая ситуация, поверьте. Руководитель администрации сабодировал работу городского поселения. Какое-то время находил общий язык совет депутатов, создал свою администрацию. Но мы увидим, что там ничего не делается. Все рейтинги, она внизу. И нужны везде действия, неспособные руководители. Я говорю, ничего лишнего никогда. Вот есть результат. Если ты в рейтинги района вносишь, в копилку свою монетку в виде труда, пожалуйста, трудись. Традиционно на расширенном оперативном совещании выступают главы поселений. Иван Найденов рассказал, как поселение Монина выбирается из состояния упадка начала 2000-х. Растет бюджет, строятся детские площадки, ремонтируются дворы и дороги. Привели в порядок сферу ЖКХ. Во многом благодаря правительственной программе по восстановлению военных городков. По окончанию главного ходового ЖКХ в рамках выгнанного формирования Монина будет обеспечена, я надеюсь, мы освоим все эти деньги, на ближайшие 50-60 лет теплом, водой, горячей холодной. Радостной новостью поспешил поделиться замруководителя администрации Юрий Родионов. Минстрой и Министерство образования региона согласовали строительство в Щелкове четырех новых школ. Согласовать строительство на территории Щелковского муниципального района за счет бюджета Московской области в программе образования Московской области 2017-2021 года для ликвидации второй смены школ на 825 мест в микрорайон номер 5 Дальний Воронок, на 1100 мест в микрорайон Жигалово, пристройка на 500 мест в школе номер 16 города Щелково и отдельное здание на 500 мест в школе номер 11 поселок Чкаловский. Есть и негативные новости. Щелковский район оказался в лидерах по смертности от заболеваний системы кровообращения и новообразований. Для своевременной диагностики всех призывают проходить диспансеризацию. Очередной единый день 3 декабря. Призываю все учреждения, вне зависимости от формы собственности, сделать все возможное, чтобы сотрудники прошли диспансеризацию в наших ЛПУ Щелковского муниципального района. И что касается гриппа, район уже на пороге эпидемии. Алексей Валов привился сам и рекомендовал коллегам последовать его примеру. Я вам сказал, что вы мне дороги, поэтому смеяться-то может внутри, но сходите, а то вакцинируйтесь. У кого-то вакцина есть, иммунизацию пройдите, пожалуйста, и здоровенькими дальше работайте. Еще одна причина быть здоровым – возможность радоваться зимним забавам. В районе будут залиты 30 катков. В рамках новогодней кампании пройдет более 300 мероприятий, в их числе традиционное шествие Дедов Морозов, новогодний бал, уличные гуляния, салют в новогоднюю ночь. Открытие кампании уже 1 декабря в городском парке. Со 2 декабря на площади у Щелковского рынка будет работать деревянный городок народных забав. Ирина Микеда, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».